После целого дня за компьютером глаза просто не вывозят, зрение плывет. Напишите в комментариях, как вы справляетесь с этой проблемой, потому что я думаю, что не только у меня существует такая боль. Ну а кроме того, чтобы пожаловаться вам в этом видеоролике, я хотел бы рассказать про новый продукт от Кэти Вуд и Арк Инвест, который называется «Портфель на стероидах». Звучит заманчиво. Давайте разберемся, кто такая Кэти Вуд, кто такой Арк Инвест, что это за компания, чем она примечательна, и почему вот этот новый продукт может быть интересным или же не может быть интересным, потому что есть определенные нюансы. Вообще, кто такая Кэти Вуд? Ну Кэти Вуд это женщина уже как бы немолодая и за 60, которая всю жизнь проработала в инвестициях и с недавних пор является самостоятельной такой единицей и имеет собственный фонд, который называется Арк Инвест. Ну скажите вы, ну молодец, почему мы должны о ней знать? Первая причина, почему мы должны знать о том, кто такие Арк Инвест, это их перформанс, который они имеют за последние годы. Видно, что, в общем-то, флагманский фонд, флагманский ETF ARKK вырос там в 3-4 раза за последний год. Очень выдающиеся результаты. Безусловно, все очень хорошо заработали в 20-м, в этом году, но мало кто сделал там 3-4 икса. Тем не менее, вот последний год, ну тоже многие сделали. Давайте признаемся честно, за последний год многие, даже там среди моих клиентов, студентов, люди, которые приходят ко мне за консультации, я часто слышу, ну там 100%, 200%, ну период такой был, время такое было. Все зарабатывали. Поэтому, ну как бы, да, молодец, но нет, почему, почему, Андрей, расскажи нам, почему вы должны знать вообще про Кэти Вуд. Ответ кроется в их стратегии. И вот как бы Кэти Вуд, интересно, там специалист со стажем, круто, фонд 300-400 годовых, круто, но как бы повезло. Ответ, почему Кэти Вуд, столь интересный персонаж, кроется в ее основной стратегии. И эта стратегия называется «Эскривая технологии». Звучит интересно, давайте разберемся, что же это такое. Так вот, у человека существует огромное количество потребностей. Потребность в коммуникации, в перемещении, в медицине и так далее, и так далее. И по мере развития технологий, одни технологии сменяют другие. Ну, например, мы общались по телефону, сейчас мы общаемся через интернет. Если раньше там эти, это были, там, не знаю, ICQ, там, что-то еще, Skype, то сейчас мы все пользуемся Телеграмом, WhatsApp'ом и так далее, там, Zoom'ом и прочее-прочее. То есть постепенно, постепенно одни технологии сменяют другие. Раньше мы ездили на конях, сейчас мы ездим на Теслах. Но история в том, что, как бы, проблема в том, что смена технологий не происходит моментально. То есть нет такого, что мы все, значит, отправляли голубей почтовых, а сейчас все пользуемся Zoom'ом и друг другу звоним на следующий день. Такого, к сожалению, не происходит. Или ездили на конях, проснулись и сели на электромобиле. Такого тоже нет. И дело в том, что процесс смены одной технологии на другую требует времени, требует инфраструктуры необходимой. Ну вот, допустим, придумали интернет, да, ну вот было условно несколько университетов, связанных между собой и так далее. То есть пока эта только технология набрала обороты и так далее. То есть все это требует времени. Но почему же я скриваю? Потому что как только эта технология получает необходимую критическую массу распространения, начальные инвестиции начинают приносить экспоненциальный доход. То есть в период, когда технология только, в общем-то, устанавливается, соответственно, эти инвестиции, они убыточные, компания теряет деньги, которые используют данные технологии, разрабатывают данные технологии. Но как только критическая масса распространения применения наступает, соответственно, наступает экспоненциальный возврат на первоначальные инвестиции. Так вот, ARK Invest примечательна тем, что она ищет такие технологии на ранней стадии для того, чтобы поучаствовать как раз-таки вот в этом основном росте, основном возврате на вот эти вот первоначальные инвестиции. Звучит ли это секси? Безусловно, это очень круто. Именно поэтому Арк Инвест, Кэти Вуд – это столь популярные, скажем так, очень популярная компания и очень популярная персона в инвестиционном бизнесе на сегодняшний день. Ну что же такое портфель на стероидах? Что же хочет запустить Кэти Вуд? То есть S-кривая, все это звучит очень круто, но этого мало. Этого мало для того, чтобы оставаться у всех на слуху, потому что, как мы видим, в последнее время стоимость инвестиций корректируется, хайповые темы, которые находятся в активе данной компании, они, соответственно, получили импульс, начали корректироваться, нужно же дальше на чем-то зарабатывать деньги, продолжать. Так вот, что предлагает сделать Кэти Вуд? То есть, во-первых, история S-кривой суперсекси. Вообще термин секси – это пришел из Силиконовой долины, и он означает очень, как бы, интересную какую-то идею. И у Маска, Тесла, если вот вы посмотрите, все буквы, значит, модельного ряда вместе складывают вот это вот как раз-таки слово. Это вот из Силиконовой долины, значит, такой термин пришел. Так вот, что хочет сделать Кэти Вуд? Помимо того, что они вот в новом портфеле, что они покупают компании, которые потенциально должны разрушить какие-то имеющиеся индустрии, имеющиеся компании, и вымыть из них ценность, помимо покупки этих компаний, Кэти Вуд предлагает шортить те компании, бизнес которых новые компании разрушают. Как вам звучит? Секси, да секси в квадрате. Но проблема в том, что шортить что-либо на сегодняшнем рынке – ну, такая себе идея. Многие фонды вообще, в принципе, поотказывались от идеи шорта, потому что, ну, есть Уолл-стрит-бэтс, Уолл-стрит-дегенераты и так далее, которые все это очень умело на сегодняшний день создают технические ситуации, когда все это выстреливает там на сотни процентов и, в общем-то, приносит огромные убытки тем, кто занимается шортами, тем, кто занимается короткими позициями. Более того, давайте вообще попробуем вспомнить какие-то истории, где бы вот эта механика, она бы сработала. Ну, какие у нас есть разрушающиеся технологии? Ну, энергетика. Давайте вот посмотрим на ETF энергетики. Вот его разрушают, разрушают, но как бы компания особо не падает. Можем посмотреть на отдельные компании, ну, например, BP. Такой яркий пример. Да, мы видим, что компания неплохо так упала, но нужно понимать, что эта компания платит 5-6% дивидендов в год. И где бы вы не зашортили, очень вероятно, вам бы пришлось всю эту прибыль вернуть назад в качестве дивидендов. То есть заработать здесь вряд ли можно было бы. Шеврон. Давайте посмотрим. Ну, он вообще, в общем-то, не падает особо, да? Платит дивиденды, торгуется по тем же ценам, по которым торговался там 6-7-8 лет назад. Ну и все. То есть тоже заработать на шорте особо бы не получилось. Банковская сфера. Давайте посмотрим. JP Morgan. То есть банки-то все разрушают сейчас. Отжали платежи Visa, MasterCard, PayPal. Значит, кстати, об этом я недавно писал у себя в Телеграме. Сейчас где-то выскочит картинка. Ссылка на Телеграм в описании. Если интересно меня читать, не только смотреть, но и читать, подписывайтесь. Недавно там была публичная сделка, которая принесла 300% за неделю. Есть, в общем-то, на что посмотреть. Вот, я, возвращаясь, значит, к банкам, писал о том, что теперь-то и Visa, и PayPal, и MasterCard разрушают финтехи, то есть предоставляя альтернативу более дешевую, быструю и так далее. Но, тем не менее, если мы посмотрим на бизнес банков, да, в общем-то, не сильно тонны падают. Ну, Goldman Sachs давайте тоже посмотрим. Ну, тоже как бы там. И причем, что Goldman Sachs-то выплатил огромные штрафы, там, постоянно какие-то суды у них и так далее. Давайте в целом посмотрим. XLF, финансовый сектор. Ну, да, упал после 2008 года, долго восстанавливался, но, тем не менее, восстановился. То есть тоже нельзя сказать, что если бы вы нашли какие-то идеи, которые потенциально могут разрушить и разрушают, значит, банковский сектор, ну, например, Visa, MasterCard и так далее, ну, все равно вы бы там заработали, но на шарте банков, ну, вряд ли бы вы бы заработали. Какие идеи можно вот вспомнить с ходу, где эта стратегия бы сработала? Ну, первым, наверное, самым таким ярким примером является компания Nokia. Это лидер по производству смартфонов в 2007-2008 году. Что сейчас происходит с этой компанией? Компания просто на грани исчезновения. Вот ничего нового особо с этой компанией не происходит. Да, можно было бы здесь вот где-то поймать эту компанию, зашортить и заработать деньги. Но дальше, дальше-то, в общем-то, если бы вы не зашортили здесь, если бы вы зашортили где-нибудь здесь, вы бы все это время платили за шорт, а компания, ну, вот где-то там болтается на своих отметках. Тоже, в общем-то, ну, так себе шорт. Поэтому вот вспомнить, как бы, идея звучит круто, идея звучит секси, но вспомнить какие-то идеи, где вот этот паттерн бы фактически сработал не в теории, а фактически, наверное, если постараться найти можно, но не так, чтобы прям супер просто, не так, чтобы это было повсеместно. Почему же ARK Invest хочет запустить вот такую идею, в общем-то, портфель на стероидах? Ответ, на самом деле, кроется в следующем. Давайте взглянем на динамику активов под управлением данной компании. Мы видим, что ARK Invest получили огромнейший всплеск, но затем в связи с коррекцией в инструментах, которые они создают, соответственно, мы видим отток капитала. Плюс, что очень важно, ARK Invest вот был на слуху, соответственно, в марте, в начале этого года. Сейчас мы видим, что интереса к этой компании уже не так уж и много. Соответственно, этот интерес нужно каким-то образом восполнять, генерировать, потому что если тебе никто не говорит, ну, к тебе инвесторы, в общем-то, не придут. Но что еще очень важно? Мы видим вот эти два фактора. Мы понимаем, что ARK Invest нужно что-то новое, чтобы быть на слуху, чтобы секси-секси быть в квадрате. Но что еще мы должны знать про ARK Invest? Если мы посмотрим на структуру комиссионных, то у ARK Invest, кроме менеджмент-фи, нету никаких других расходов. То есть у них нет перформанс-фи, нет ничего. Все, на чем они зарабатывают, это только менеджмент-фи. То есть, условно, они получили миллиард долларов в управление, вот 0,75% это их комиссия. То есть 0,75% это 7,5 миллионов с миллиарда, вот на чем они, в общем-то, и зарабатывают. Неважно, заработали они вам денег, сколько вы заработали, заработали ли вообще 0,75% в год, все, больше ничего не нужно. И поэтому, понимая вот эти вот тренды от тока капитала, понимая, что популярность, она, в общем-то, уходит, нужно создавать какие-то новые секси-в-квадрате продукты. И вот эта идея, что вы будете зарабатывать не только на росте, значит, новых технологий и возврата от первоначальных инвестиций, но еще и на разрушении. То есть вы прям такой доминатор-разрушитель. То есть вы и на новых технологиях зарабатываете, и старые очищаете, прям шортите их, и зарабатываете на этом. Это прям звучит очень-очень круто. Но глядя на те реалии, которые мы с вами рассмотрели, в реальной жизни очень большой вопрос, будет ли это работать или же нет. Конечно, пока этот продукт не запущен, мы можем говорить очень много, рассуждать о том, что там будет, как там будет. ARK Invest большие молодцы, что все позиции, они выкладывают публично, на ежедневной основе. То есть можно посмотреть прямо каждый день, что они купили, продали. Как только этот продукт запустится, я думаю, что мы еще раз на него взглянем, посмотрим, что конкретно шортит ARK Invest, что конкретно они покупают в этом портфеле на стероидах. Но, по крайней мере, пока эта идея, кроме как на бумаге, в реальной жизни секси не выглядит. Вот таким получился обзор. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Но если вам интересно перенять мой опыт, практический опыт инвестирования, то все подробности будут в описании. На этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока.